Всем привет, добро пожаловать на канал, то самое видео, которое я обещала по поводу того, почему я не рискнула помогать двум украинкам, мы пересеклись с ними, ну здесь во Франции, на почте. И я делала предварительное видео, где спрашивала, рассказывать или не рассказывать, ну не только об этом случае, а в принципе, да. И большинство из вас сказали рассказывать, но знаете, комментарии, конечно, были разные, всем спасибо за комментарии. Но разные люди сейчас крайне агрессивные, любое слово, любой чих, любой там, я не знаю, все что угодно воспринимается крайне агрессивно, в штыки. И, ребят, давайте-ка вот заканчивать, затыкать мне рот, окей? Вот буквально сегодня одна барышня, которая давно меня смотрит, написала, что мне как украинке, ну то есть ей, да, мне как украинке неприятно, что ты говоришь об украинских беженцах. То есть я еще ничего не рассказала, понимаете, да, еще ничего там, непонятно, что произошло, ей неприятно. Я стесняюсь спросить, почему. То есть беженцы есть, но говорить о них нельзя. В чем вопрос? Тебе неприятны твои соотечественники? Ты не хочешь об этом говорить? Мы должны все скрывать, что это происходит или что не так? Я еще раз повторяю, я говорю с точки зрения европейского гражданина в основном, ну может быть, вот в этом случае, да, это будет исключение, который вещает на русском языке. Хватит затыкать мне рот, хватит вот эти все манипуляции производить, угрозы и вот это все. Это больше со мной не прокатывает, окей? Говорила, говорю и буду говорить. Ничего такого экстраординарного, никаких призывов к действию, никаких там этих, я ничего тут не делаю. Более того, у меня есть серия для беженцев, которые сами беженцы, сами и просили сделать. И мне это, знаете, в смысле не сами видео, да, а то, что после происходит, тоже не особо доставляет каких-то радостных эмоций, вот весь этот негатив. Но это есть, это здесь, то есть в Европе, я живу в Европе, потому что в Украине не может быть, нет, ну, наверное, может быть украинские беженцы, но они не в том статусе, да. То есть они там, на родине, в смысле, соотечественники там кругом, а здесь, ну, они как бы, мне что, делать вид, что их нет? Я что-то не поняла. То есть мы что, будем тут о цветочках, лепесточках только говорить? Или что? Хватит затыкать мне рот. Достало уже. Ваши манипуляции, угрозы и прочие вот эти вещи уже давно на меня не действуют. Я ничего, ещё раз повторюсь, такого этакого нова и не говорю. Говорю, как есть. Понятненько? В общем, давайте поехали с... С историей. Что, значит, там приключилось? Вы видели, ну, если не видели, вот предыдущее видео, по-моему, в предыдущем видео, где я была на почте, значит, я захожу на почту. Да, и ещё небольшая ремарка, что почему я так... Ну, в общем, как-то вот, знаете, мне лично вот эта вся история неприятна, потому что вот до чего мы докатились, что ты не знаешь, ты хочешь предложить помощь, но ты не предлагаешь помощь, потому что боишься за эту помощь, извините, трахуле и выхватить. То есть физически или морально, неважно, да? Вот до чего мы докатились. И вот почему я, собственно, по этому поводу тут рефлексирую и страдаю. А не потому, что меня там как-то до глубины души обидело или как-то возмутило наличие вот тех самых украинских беженцев, в отличие от их соотечественных, у которых прям уши режет, что я в принципе об этом говорю. Но вот смотрели видео, где в Люксембурге там баба с дитями, да, в гуся кидались, что-то никто не возмутился. Не надо про них говорить. Про французов не надо про них. Нормально всё. Баркуинских беженцев не смей. Схерали. Ладно. Всё, поехали. Значит, почта. Захожу на почту. Нужно было отправить кучу документов. И так как я их тут собирала в течение дня, мне нужно было их собрать и всё проверить. Я к чему веду, что я провела там достаточно, ну, какое-то время, да, достаточно. Не просто там забежала и кино. Если вы тоже видели, я там чуть-чуть сняла, там бабушка одна была, но она потом ушла. В общем, там практически никого не было, потому что это было уже, ой, я не помню. Ну, в общем, такое время, что они вот-вот должны были на обед уходить, там около 13 часов или что-то такое было. И как бы совсем людей, ну, почти никого не было. Ну, я, значит, стою, заполняю, а стол стоял у меня посередине. И вот так вот весь обзор ближе к двери, ближе к входу. И вот так весь обзор это всё, значит, видно. Заходят две женщины. Ну, наверное, одной лет 30 девушки. Её мама. Я так поняла, что это её мама. Я не знаю точно, ну, лет 50-55, где-то так. Вот они заходят. Совершенно обыкновенные, без всяких там, ну, обычные, земные. Женщины. Я даже вообще не туда. Ну, стою своими делами занимаюсь. Ну, в смысле, они как-то там, не привлекающие к себе там внимания, ни губ там не было, ни ничего такого. Ну, в смысле, перекачанные, да, там не это. Ну, просто обычные женщины. Даже не обратила внимания. Они заходят, проходят, получается, мимо меня. И идут, там две стойки было. И мужичок там ещё один сидел. Но он там какие-то страховки или что-то продавал. В общем, его уже не было. Вот здесь вот стойка, где деньги отправляют. И там ещё стойка, где две женщины работали в глубине, где, собственно, вы отправляете ваши посылки, заказные письма и получаете их там же. Ну, и вот. Они, значит, идут вот к этой стойке, где денюжки надо отправлять. И на украинском языке, а я очень хорошо понимаю украинский язык. И, может быть, даже там что-то три слова проквакаю. Но я на нём прямо не говорю. То есть я его не практикую вот в жизни. Ну, как бы зачем, да? Я его не практикую. Но я очень хорошо понимаю. Ну, и я, значит, слышу, да? То есть ухо всё равно воспринимает какую-то вот такую вот информацию. Ну, как бы ожидая, что... Ну, по-французски будут говорить. Говорить это фоном идёт уже. Ну, вот как в вашей стране в русскую почту вы приходите, например, да? Или там, я не знаю, в белорусскую, куда как нравится больше. И кто-то раз, не знаю, по-немецки начинает говорить. То есть ухо выцепляет, да, всё равно. Особенно, когда вы немножко понимаете. Ну, вот я слышу такой разговор. То есть всё было хорошо, всё прекрасно. Никто там ничего никак, ни голос не повышался. И, значит, стоит вот эта молодая девушка и мама там вот здесь вот сбоку. И девушка начинает объяснять на украинском языке француженке, что ей нужно отправить гроши. И она её, естественно, не понимает вообще. Она говорит то же самое, но чуть громче. Понимаете? Та её тоже не понимает. Она начинает, что-то там тыкать в телефоне. Я так понимаю, видать, перевод там или что-то. Но у неё нет интернета. Тоже я, а я ж стою там со своими бумажками. Я просто это всё слышу. Нет интернета, и у неё не работает этот переводчик или ещё что-то. Вот как-то так. В общем, что-то она там пытается ей объяснить. То есть мама... А, и они пришли там с какими-то бумажками, с какими-то вещами. И там, ну, вот эта стойка, стекло, и там вот как бы, ну, полочка вот перед этим. Они просто вот так вот положили, ну, чтобы им удобно было, положили эти все бумажки просто. И всё перед собой. И, значит, мама достаёт 5 евро из кошелька и начинает трясти, вот показывать, что гроши им надо отправить. 5 евро, ну, показывает, что деньги, мол, надо отправить. Та стоит и думает. Бумаги, ну, такие вот А4, да, всякие там сложенные бумажки, там куча вот так вот у них. Ну, не куча, ну, сколько-то. 5 евро. Ну, наверняка же 5 евро они не хотят отправить, правильно? Она думает, наверное, женщины хотят отправить письмо. Ну, заказное. И им показывает на, вот, при входе там столик, и там куча-куча всяких бланков для отправки посылок, писем и вот этого вот всего. А позади меня стояли автоматы, где ты можешь, собственно, ну, у тебя же там всё заполнено, всё оплатено, ну, не оплачено, а этот конверт уже свой. Ты можешь сам, там, в электронном виде это всё заполнить, заплатить вот этот автомат, и, значит, письмо это бросить. И она, значит, показывает, что вы вот там вот бланки, вот там вот автоматы, и... Женщина, которая молодая, она понимает, что что-то не то происходит, и она начинает нервничать. Она, ну, это всё быстро происходит, да, вы понимаете, что-то там не три часа, а это вот всё было. То есть после нескольких фраз дама молодая, она просто начинает вот кипеть. Понимаете, что её не понимают. И она и тыкает вот это, которая сидит, женщина, ну, француженка, где денежки отправляют, что она поняла, подумала, что ей надо письмо. Говорит, вот туда, типа, сначала вот это заполнить, потом, ну, тыкает и пасть. Та, она продолжает, француженка, что-то ей там махать, объяснять. Та вот так, где... Та вот так вот, понимаете, дышать нервно, глаза... Ну, в общем, начинает нервничать, разворачивать. Та ещё продолжает говорить, то есть она ей не слушает, типа, что тут, о чём тут можно вообще разговаривать, и топает в ту вот, в другую кассу. Там стоит две женщины, ну, два сотрудника почты, и она им начинает объяснять то же самое. Мама с этой пятёркой. Вот что им надо? Уже громче. Ну, никто не орал, сразу хочу сказать, никто там не орал, ни на кого не кидался. Ну, то есть вот реально вот, ну, типа, времени как бы у них нет на вот эти все глупости. Давайте как-то понимать. Та тоже ничего не может понять, ну, две там стояли женщины, француженки, которые тоже ничего не могут понять, чего они хотят. Ничего. Потом они смекнули. Видать, или они им паспорт показали, или ещё что-то. Ну, так как никто не говорил на украинском языке, а те им пытались на французском, на английском что-то, а вот мама с дочкой, они не говорили ни на каком просто языке. Ещё раз повторюсь, что это всё быстро происходит, и я сейчас дальше там объясню, что я делала в это время, да. Значит, она, одна женщина, уходит и приходит с мужчиной. Мужчина в жилетке, он в оранжевой, тоже сотрудник почты, но я так поняла, либо он там, ну, грузчик или ещё что-то такое там, или письма как-то распределяет. Ну, в общем, в жилетке выходит мужичок, такой сильно взросленький, ну, прямо такой вот взросленький, там, чуть ли не 65, может, 70 лет, ну, такой взрослый дяденька. И, значит, они вот этих женщин к нему подходят, мама с дочерью, и уже громко начинают ему объяснять. Я слышу, что мужчина говорит на каком-то языке, ну, не на украинском, или это был чешский язык, или ещё какой-то. В общем, какой-то вот такой язык, а женщины подумали, ну, может быть, как-то они там, ну, скоммуницируются, да, вот, в смысле сотрудники почты. А больше никого и нету. И, значит, они начинают, вот, всё это нервно, что, да что ж, они тупые такие, да что ж, они не понимают. И причём говорят обе одновременно, и мама что-то говорит, и эта женщина молодая говорит что-то. Вот, знаете, вот уже они начинают просто прям вот руками махать там что-то вот уже, ну, такие, знаете, на взводе. Ещё вот не орут, но уже близко, да, вот, прямо вот такие на взводе, что кого вы нам тут позвали, оно тоже ничего не понимать. И, в общем, вот такой вот, как-то он им там домахал руками, что надо, значит, хотя бы этот формуляр заполнить. Но они начали возмущаться, почему мы должны заполнять, они что-нибудь, вы что не видите, что мы, ну, не говорим, да, на, ни по-французски, ни по-каковски. Мы думали, то есть они рассчитывали, что за них этот формуляр заполнить. Им нужно было отправить деньги в Украину. Вот так. И как-то он там, ну, может, всё равно схожесть языковая какая-то есть, он говорит, бланк, вот надо бланк, бланк там заполнить. И дальше ему там что-то объясняет, и вот эта вот молодая дама делает вот так, типа, всё, ой, ой, всё, вот так вот ему делает, резко поворачивается, он что-то продолжает говорить, она никого не благодарила, там, не улыбалась, вот такая, знаете, вот это вот всё. И вот мужик продолжает что-то говорить, эти две женщины, сотрудницы почтам, стоят глазами, хлоп, и она вот так, короче, типа, что тут я вообще время с вами теряю, резко поворачивается и чешет вот мимо моего столика, а вот здесь вот напротив бланки. И она услышала слово бланки и чешет вот, ну, вот тут вход, вот тут бланки для отправки, а вот тут вот за аппаратами, ну, бланки на отправку, денег как бы редко используются, поэтому они там где-то в углу притаились, за этими автоматами, их, ну, их видно, конечно, в общем, надо знать, и она идёт вот сюда, к этим бланкам, и мужик ей делает там пару шагов и начинает ей говорить, что нет, нет, не тут, и она просто поворачивается, там что-то начинает фыркать, глаза закатываются, ничего, никто не орал, типа, ой, опять вот этот жест, типа, всё с вами понятно, знаете, вот такая, всё, типа, чё, а, говорит маме, мама за ней бежит, говорит, ну, ну, он шось тебе, тебе шось, шось объясняет, ты б ты, это, да, шось он там, шось, шось там говорить, что-то, говорить, что-то, шось. Она говорит, ой, всё, чё вообще с ними, говорит, разговаривает, а я это всё слышу, чё с ними разговаривать, они все тупы, ой, короче, сказал и бланк, сейчас, она идёт к этим бланкам, ну, он, конечно, останавливается, дальше она прям вот такая вот даже, вся мама там чё-то, это, показывает на него, он тебе шось там говорит, ты что, ты что, она чё их там типа слушает, и вот эта вот вся сцена происходит. Она идёт к этим бланкам, мама за ней бежит и говорит, значит, молодая, мы сейчас нагребем всех вот этих бланков побольше, и дома сами, вот и уже разберемся, худейшую писать, понимаете? И она начинает просто закидывать в сумку вот по 20 штук одинаковых, а там разные, там вот целая гора, и с уведомлением, без уведомления, авиа там, иностранная, там ещё какие-то, в общем, разные, целая куча, но они же все не те, понимаете? А то, что там вот, которым нужен бланк, они же не понимают, они даже не услышали там мужика, что он, говорит, не туда вы бежите, ну, не в ту сторону пошли, не к тем бланкам. И я вот стою и думаю, знаете, и вот в процессе этого всего я несколько раз там пыталась что-то, думаю, ну, знаете, вот порыв такой был, ну, не помочь, а предложить, потому что тоже вот видео, где я снимала, где спрашивала, рассказывать, не рассказывать, уже, ещё ничего не знают, что произошло, и уже мне понаписали, конечно, ты б сразу перетомилась, переломилась, люди помощи попросили, никто ничего не просил, друзья мои, никто ничего не просил. И вот несколько раз я порывалась там что-то подойти и предложить, понимаете? И каждый раз я себя останавливала, каждый раз. Это было, знаете, это вот такое вот, я уже всё, ну, заполнила, да, я вот это всё вот смотрю, и когда они зашли, я снимала видео как раз. Я снимала видео, и поэтому из почты получился вот такой вот молипедрический там кусочек, потому что я сразу замолчала. Я же на русском снимаю. Я услышала, что они зашли, и, ну, они прошли, когда они начали у стойки уже говорить, я сразу замолчала, потому что вот в этом, а вот сейчас вот суть видео, да, начинается. Несколько раз я, знаете, вот уже вот, вот сейчас, раз они туда побежали, я, значит, а я вот это всё ухом отслеживаю, и я не знаю, мне уйти, мне остаться, что делать. И вот, и вот это вот, я просто охренела, ребята. Не от их поведения, нет, сейчас поймите правильно, я охренела от самой ситуации, и у меня было видео, помните, тоже дяденька нам писал с вами, дико возмущался нам русскоговорящим, и именно русскоговорящим, он подчеркнул дважды, что я не про русских, я в принципе про русскоговорящих. Он сюда включил также и русскоговорящих украинцев, и всех остальных, и русских немцев, ну, и, значит, русских тоже, всех русскоговорящих, говорит, заколебали шарахаться от украинских беженцев. Чего вы шарахаетесь от нас? Вы что, так засали, что мы, мол, помощи попросим, да, понимаете? А вот теперь, прикиньте ситуацию, женщины на взводе, да, вот они вскипели моментально, буквально, там на нескольких фразах еще только как подошли вот к первой стойке. И я такая, да, ну вот думаю, блин, ну вот время же и прошло, мне надо было тоже понять, что происходит, когда она начала там возмущаться, туда и пошла, сюда и пошла. И когда она туда и пошла, сюда и пошла уже, когда мужчина вышел, они уже вот все, они уже все, там уже колбасило их по полной. И я такая выплываю и говорю, здрасте, на русском языке, понимаете? Мы из России, можно там как бы помочь, может, что надо. И вот, вот что бы было, что бы было, спрашиваю я себя, все что угодно. И когда говорят, что вы шарахаетесь, ребят, а давайте с трех раз подумаем и угадаем, что это мы русскоязычные шарахаемся. Нет никаких вообще вариантов. И вот эта вот ситуация, что ты хочешь предложить, ну-ка, ну это фигня, ну согласитесь, просто там подойти, что-то там перевести, объяснить, там может бланк заполнить. Ну да, у меня тоже там не шибко много времени было, ну я бы нашла там где-то 10 минут, вообще без проблем, ну что-нибудь придумали бы. Но меня останавливало, знаете что, месяцы травли в интернетах, месяцы. Вот все, что там писали, меня останавливает русофобия, которая сейчас есть, и меня останавливает то, что я просто не знаю, что ожидать в такой ситуации. Я не знаю, что ожидать. А потом, знаете, что скажут? Какого хера ты полезла? Тебя кто-то просил, тебе кто-то спрашивал, да? Вот, или, или еще второй вариант, который более вероятен. Если бы я вам ничего не рассказывала, у меня тут клока волос бы не... Я еще раз говорю, может быть и ничего бы и не случилось. Может быть даже меня бы поблагодарили. В чем я, конечно, я не могу в этом быть уверена, понимаете? Вот в чем... Ну, блин, ну я не знаю, как сказать. Ну, это, блин, трагедия. Я не знаю. И вот, я не знаю, что мне ждать. И поэтому мы шарахаемся. Именно поэтому, русскоговорящие. Это касается украинцев. Сколько мне украинцев писали, что они говорят на русском языке. Их же, их же товарищи, коллеги на них начинают наезжать. Сколько видео, что сами украинские военные как-то недоумевают. Что это их заставляют на украинском языке разговаривать. Что-то такое, знаете. Ну, как бы говорится, а вы разве не за это боролись? Да, тоже вот много вопросов возникает. Но здесь женщины на взводе, все такие нервные. А тут я подплыву. Ну, вот. Так вот, второй вариант, который бы, если бы я вам рассказала, да, что там такое, ну и что-то такое бы там произошло. Может быть, в лучшем случае бы меня куда-то нахер послали. Или вообще бы там проигнорировали. Ну, в общем, как-то, да, там отреагировали. И я бы вам об этом рассказала. Сказали бы, во-первых, нехер было лезть. А во-вторых, ты специально, специально полезла, чтобы очернить вот этих святых женщин. Мне же все время затыкают рот. Постоянно. Но, тем не менее, когда я говорю, гляньте-ка, что французская бюрократия, да, оттуда и пошли, сюда и пошли, а они вон еще, никто, все нормально. Мне не говорят, не смей говорить про французов. Не смей вообще, в принципе, ни там, ни о чем говорить. Или там собачка покакала. И за ней не трогай собачки. Они могут срать, где угодно, эти собачки. Не смей. Никто так не говорит. Никто. Вообще. Понимаете? Но вот, когда касается вот этой темы, ты прям посмотри. Прям позатыкали мне тут рты и все такое. Я еще раз спрашиваю. Это просто, блин, жизнь обычная. Вот это случилось, я вам это рассказываю. Так же, как с бюрократией, вот когда меня тут гоняли за этой справкой несчастной, за выпиской. Или там вот эта вот баба с детяшками, которые там в гуся пуляли каменюками. Тут все как бы вообще нормально. Прям вообще отлично. В чем вопрос? Ну, так и вот. И вот это вот все, понимаете, это так, блин, хреново. Ну, в общем, они ушли, конечно. Они ушли, мы набрали этих бланков. Типа там разберемся, переведем сами дома. А бланков-то они не тех набрали. И я вот уже до последнего думала, ну куда под горячую руку лезть? Вот куда? Хотя казалось бы. Но вот раньше, знаете, ребята, в чем проблема? Раньше я все время лезла. Вот я все время помогала. Я когда только приехала сюда, мы еще первый год жили в Меце, я там что-то там квакала, знаете, три слова на том французском. Что-то там квакала, что-то там руками махала. Делала свои документы, потом на дочь документы. И там постоянно, блин, паслись и беженцы, и переселенцы, и кого там только не было. Просто. И я слышу, если там русскую речь, украинскую речь, болгарскую даже речь. Вот что-нибудь, что я понимаю. Вижу, люди вот, ну, стоят бумажками, не знают, в какой там кабинет. А я, допустим, только что оттуда, миллион раз такое было. Просто. Я тут живу уже 15 лет. Я тут все круги ада вот этого бюрократического прошла, потому что я делала, раньше была годовая карта, потом три годовые. То есть я там жила, понимаете, в этих префектурах, в этих во всех. А у меня еще и дочь. То есть и на нее тоже, так как она несовершеннолетняя была, я по дестерному комплекту документов это все туда таскала. Они все время там что-то теряли. Я все время это переделала. То есть я прям первые пять лет я там буквально жила. А потом еще тоже вам рассказывала, что вот этот вот сайт, некий, не буду делать рекламу, где все общаются, девушки там, ну, там есть мальчики, но в основном девочки. Очень большой, где русскоговорящие всякие. Вообще всем было фиолетово, откуда там ты, с Украины, с России, еще откуда-то, просто русскоговорящие. И друг другу помогали. И когда я вот только-только переехала, у меня был такой период, где я искала общение. Ну, мне как-то, ну, вот именно на родном языке, на понятном, ну, пусть не на родном, но хотя бы на понятном с девочками искала общение. Чего я только не наслушалась, кому я только не помогала, и кого я только, блин, за ручку не водила. Если я вижу, что человек, ну, между собой люди, я помню, приехала семья из Чечни. Они приехали, там было трое детей, мужичок и, значит, женщина. Такие обыкновенные, знаете, я не знаю, но они мне потом сказали, что из Чечни. Я даже знать не знал. Они говорили по-русски. Все, этого было мне достаточно. Мне все равно, кто там как выглядит, понимаете. И вот они стояли, им никто ничего не мог объяснить, они не знали, куда пойти, а уже скоро в Меце вот эта префектура, ну, центральная, она закрывалась. А я там как раз паслась, как обычно. А я же все уже умная, понимаете, я уже там все эти круги. Я им там помогла заполнить анкету. И когда я уже заполняла, они сказали, откуда они. Они тоже стеснялись, они боялись, что я их нахер пошлю. Мне вообще фиолетово было. Я вот в жизни я никогда не делила, знаете, так, не прислушивалась. А ну-ка, ну-ка, что там за акцент, даже если по-русски? А что там? Просто шла и помогала. Не всегда, не всегда как бы добром платили, и всякое бывало. Но вот, вот понимаете, что я стою вот так себя за руку вот просто держу, что не лезь, ну не лезь. Видишь, женщины на взводе, счеты туда. Именно из-за того, что с нами со всеми сделали. Тут даже дело не вот в самих этих женщинах. А вот в том, что мы все, понимаете? И сейчас, вот после всего, что тут просто мне писали, вот эти, я еще хоть что-то пытаюсь сделать. Я не прошу для себя там медаль на грудь или еще что-то. Я все равно буду помогать как могу. Я делаю эти видео. Посмотрите, сколько говна лезет. Посмотрите. И мне тоже говорят, нехрен сидеть. Вы думаете, русские товарищи мне ничего не пишут? Конечно, пишут. Каждый раз, когда я выпускаю видео для беженцев, не про беженцев, а для беженцев украинских, потому что, ну, хоть что-то я пытаюсь сделать. Для бывших братьев и для бывших сестер. Я тоже, естественно, в глобальном масштабе. Я тоже, знаете, не в мире розовых пони живу. Я понимаю, что вот, может быть, следующее поколение, но наше поколение, ну, по крайней мере, для меня лично все, все. Любить будем друг друга теперь исключительно на расстоянии. И вот в этом и есть трагедия. Я, знаете, еще по какой причине я не подошла, просто если бы все-таки я бы подошла, и меня бы там обматерили, и не дай бог там что-то там еще произошло. Я вот, вот этот каждый случай, да, каждый раз, когда я пересекаюсь и даже слышу русскую речь, ну, я улавливаю акцент, да, я улавливаю. И я просто боюсь, что что-то такое произойдет, и все. Я просто потеряю окончательно веру в людей. Потому что вот, слава богу, что пишут хорошие комменты. Это не потому, что я там для предвещения канала или там что-то такое. Ну, реально, прикиньте, когда вы, ну, коммуницируете, пусть через интернет, неважно, с огромным количеством людей, и это огромное количество людей пишет, что-то, ну, жесть, ну, ты просто думаешь, что все такие. Ну, а что, ну, ясен пень, что тебе в лицо-то мало это кто скажет, да, а вот так-то люди, тут же, я говорю, в интернете, как на исповеди, что думают, то и говорят. И хорошо, что есть хорошие комментарии, и нормальные, да, не то, что там, ой, какая-то там вся прекрасная, за это тоже, кстати, огромное спасибо. Ну, просто вот нормальные, блин, комментарии. И вот если все-таки это в реальной жизни что-то такое этакого на еще раз произойдет, я сейчас не про вот этот случай, а в принципе, да, потому что я же вам тоже не все рассказываю, понимаете, не все. Потому что я понимаю, ну, и не всегда хочется, и я понимаю, что потом будет. Так вот, я просто могу совсем разочароваться в этом. Я знаю, что вам, как бы, некоторым, да, не всем, некоторым похрен, что я там как-то разочароваюсь, или все. И это я для себя, конечно же, для себя. И вот это вот, ну, это, конечно, печаль. И да, меня никто не просил, конечно, помочь, а с другой стороны, как бы они поняли, да, что надо попросить. Ну, вот как? Если я, я же ничего не говорю. А если бы говори, а если бы не заметила, я продолжала бы видео, например, с ним. Ну, то есть, понимаете, вот такие вот моменты, это так неприятно об этом думать, это так неприятно вот это все рефлексировать на эту тему. И в предыдущем видео, где я спрашивала, снимать, не снимать, мне тоже писали, ну, типа, советы, да. Ну, я понимаю, что это из лучших побуждений, но все-таки, да, вот советы писали, мол, а ты, ты же знаешь, что там по-украински, ты попробуй начать на украинском с ними разговаривать. Вот, если никак, ну, на украинском, тогда на английском. А вот на французском, опять же, можно было бы спросить, ну, типа, нуждаетесь ли вы в помощи? Ну, это, наверное, не прокатило бы, потому что там как раз по-французски-то все и говорили на этой почте, и как бы никак не получилось. Ну, мол, на английском тогда попробуй. А если, говорит, вот так вот аккуратненько, ну, аккуратненько зайти вот чуть-чуть, и так тихонько-тихонько на русском, но с имитацией акцента. Ну, ты же вот имитируешь, ну-ка, там какие-то словечки вот эти вот вставляешь, да, украинские. Ну, так я вставляю, потому что я наполовину украинка. Да, и я очень-очень давно, бабуля, со мной разговаривала, когда я была совсем маленькая, и вот что-то оттуда вот язык остался. Я очень хорошо понимаю, но говорить не говорю, как я уже говорила, потому что, ну, как бы и зачем, и практики у меня нет. Ну, мол, поняли, да, на русском начни вот так аккуратненько, аккуратненько, вот с имитацией акцента. Если совсем, мол, не получается, это не один комментарий, там много таких комментов. Если, говорит, значит, ну, не получается вот акцент с имитировать украинский, попробуй кубанский, вдруг зайдет, вдруг зайдет, и ты не выхватишь по роже, вдруг зайдет. Значит, ну, совсем в крайнем случае, совсем в крайнем, можно подойти и сказать, что ты волонтер. Да, ты русская, ну, так вот сложено, ну, да, говно, но волонтер. Типа помогает. Сразу подходи и говори, я волонтер, не кидайтесь на меня, там, не кричите и как-то вот нормально реагируйте. Еще раз повторюсь, еще раз повторюсь, могло бы быть все прекрасно, но сам факт, что могло бы быть и не прекрасно, особенно, понимаете, если бы я была просто, ну, просто рядовой человек, да, может быть, я так и не реагировала. Но я еще раз говорю, после, смотрит давно мой канал, того, что было и что тут до сих пор продолжается, ну, я четко пресекаю вот эту херь и разделяю, разделяю. Ну, все равно, понимаете, все равно пытаются, вот пытаются что-то там угрожать. А первый месяц это такой капец был. Потому что для меня вот эта вся ситуация тоже, ну, болезненная, я тоже не знаю, как реагировать. Я же говорю, 23 февраля я спать пошла, все было прекрасно. У нас тут со всеми любовь была, там очень мало хейтеров было, там каких-то там три мартышки бегали. В основном вот это жирное, страшное, кому-то нужно. В общем, ничего нового, классика, классика, я бы сказала. И тут я просто встаю утром 24-го, я выпустила, по-моему, ну, вот накануне какое-то видео, я же сейчас даже не помню, какое вообще, неважно. Я встаю, я еще даже не видела, ну, новости, ничего. Открываю, и там я просто упала, думаю, это что такое. И вот первые два месяца так травили, я вам передать не могу, украинские братья и сестры, конечно же. И наши отечественные русские тоже, соотечественники, я имею в виду, тоже. Ты пытаешься усидеть на двух стульях, жопы не хватит, ребята. Вы не видели мою жопу, поверьте, и на два стула хватит. И я сейчас активно работаю на третьем, понимаете? Теперь этот номер со мной не проходит. Но настолько мне вот это чувство вины втюхали, настолько там, ну, и сам факт, да, что люди погибают, это же ужас, что делается. И еще вот этот факт, что я никогда не делила там русские, украинцы, белорусы. Я вообще об этом не думаю. Мне казалось, что это все как-то вот одно. Ну, что-то одно, какое-то одно целое, но какие-то, ну, как вот, ну, типа Франция, там, юг, север, там, ну, вот такое вот что-то. Как бы это все вот один народ, просто со своей культурой каждый. Но один, понимаете? Для меня это тоже было очень тяжело принять, что никакие мы теперь не братья, никакие мы теперь не сестры в глобальном масштабе. Я повторюсь, глобально. Да? И многое пришлось осознать, многое пришлось понять и как-то вот выработать какую-то не стратегию, а какую-то линию поведения для того, чтобы просто не свихнуться. Да, я же, я же, у меня же совсем плохо было, прям совсем тяжело. Я ходила к врачу и, ну, прям совсем плохо было. Мне там такое навыписывали. Слава богу, я это не стала ничего принимать. Ну, там, ну, прям совсем было хреново. И они почувствовали, знаете, вот эти вот люди почувствовали. А потом я начала понимать, что многое из тех, кто пишет, вообще не в Украине находится. Давно! Но! Потому что те, кто там, под действительными обстрелами, вообще некогда этой херней-то заниматься. И вот это вот всё. Потом начались вот эти пляски с трусами, с кровью. Вот это вот всё, понимаете? Вот всё. И ты уже по-другому смотришь. Ну, надо с этим как-то жить, надо с этим что-то делать. Потому что всё равно война рано или поздно закончится. И, ну, как-то вот что-то с этим надо делать. Поэтому у меня сейчас такая линия поведения, что я стараюсь не делить людей по национальному признаку, когда это возможно. Вот так. Когда это возможно. Если бы, может быть, эти женщины говорили на русском, может быть, я не знаю, но, может быть, я бы рискнула. Ну, вдруг это, ну, там, русскоязычные украинцы. Ну, может быть, мне бы не так как-то ссыкотно было, знаете. Не знаю. А может и нет. Не знаю. Может, я тоже бы не рискнула предлагать помощь. Но, опять же, тоже мне писали, типа, вот, не лезь лучше. И я думаю, окей, значит, теперь помогать я всё равно буду. Но вот с теми ресурсами, которые у меня есть. То есть канал буду рассказывать для адаптации. И уже, уже есть результаты. Уже украинские беженки, которые сюда приехали, да, в Европу. И вообще сначала, сначала это всё в штыки воспринималось. Очень тяжело эти видео, очень тяжело заходят. И, ну, всё равно есть какой-то прогресс. То есть люди начинают понимать, что всё не так просто, что их тут действительно никто и не ждал. И всё, что вот это, вот там, сказки Венского леса обещали, это всё политические игры. А живут они не у Макрона дома, не у Шольца во дворе, а среди простых людей, которым тоже вот тут уже это всё сидит. Которые тоже не знают, как завтра детей кормить. Я имею в виду немцев, французов всех. И есть всё равно это национальная составляющая. И пока её, ну, никуда ты её не денешь. Но я стараюсь хоть как-то, понимаете, вот чем могу. Но лично всё, вот для меня всё. За исключением одного случая. Когда, ну, действительно какая-то там угроза здоровью бы была. Или кто-то там, или ребёнок потерялся. Ну, тогда вообще, то есть, когда, либо когда я бы не чувствовала какую-то вот, ну, там, смущение, какую-то опасность. Или предположительно, что может быть вот что-то такое. Вот тогда, да, и если прямая угроза жизни и здоровью, пусть там уже хоть что орут, мне уже похер, да. Главное, что это я как бы даже больше бы для себя делала, чтобы потом тут себя не винить. Либо вот, ну, либо когда меня попросят. Если бы попросили, да, я бы, наверное, и помогла. Ну, скорее всего. Ну, опять же, если там не агрессивненько, то я бы, да, я бы помогла. Но никто не просил, и никакой угрозы здоровью не было. И женщины действительно могли прийти и в другой день, на другую почту, перевезти там дома. У них интернет не работал в тот именно момент. Ну, как бы вот так вот. То есть это, ну, ничего страшного не произошло, поэтому я просто не рискнула. И от этого, вот, какие-то, знаете, первые такие ощущения, думаю, ну, блин, ну, дожились, знаете, вот такие ощущения, дожились. Сейчас уже думаешь, да. Просто, то есть вот даже такая мелочь, даже вот такая мелочь, как... Ну, просто подойти, спросить, там, ну, перевезти, что вы не те бланки берете. Ну, вот такое, ну, когда вот уже на взводе товарищи находятся, ну, не хочется, знаете, рисковать, вот честно. И это печально. И вот это печально. Вот я все эти дни думала, ну, блин, ну, 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 что это, ну, куда это? Я говорю, и раньше вообще даже не задумывалась, вообще. Мне было настолько фиолетово, откуда человек. Я же с ним, блин, не в ЗАГС иду. Я же с ним не детей буду крестить. Ну, блин, ну, ну, там, вот там бланк, туда и пройти, сюда и вообще никаких проблем. Так и сейчас бы не было проблем, если бы не было вот всего, вот это все предыстории лично моей, понимаете? Я уже тоже сто раз говорила, мы каждый, каждый на этой войне, каждый. Как бы нам того не хотелось. Каждый. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то действительно, кто-то теряет близких, кто-то сидит под обстрелами, кто-то вообще там где-то какая-нибудь баба Люся находится, я не знаю, блин, в Финляндии сидит, там далеко-далеко. Но у нее вот, ее тоже это касается, потому что цены растут, потому что там еще какие-то проблемы финансовые, или там с тем же газом, с тем еще. Мы все, блин, на этой войне, понимаете? Особенно мы, русские и украинцы, которые, ну, вроде как у нас там, хотя сейчас стараются это все дело переписать, ну, вроде как какая-то общая история. И вот я вот это вот все пережила, понимаете? Потому что да, потому что я блогер и потому что мне вот это вот пишут. А кто помнит, кто давно смотрит мой канал, я думаю, что вы меня прекрасно понимаете. Прекрасно. Если бы вот в обычной жизни вы бы столкнулись, может быть, с этим там раз, два, три, я с этим сталкиваюсь регулярно. То есть это угрозы мне, моей дочери, моему мужу. Но это просто такой был трэш. Мне сейчас вот сказать, что это какие-то немцы писали, французы, или племя какое-то из Новой Зеландии. Мне что, мне как говорят? Мне говорят, что этого не было, что как бы мне причудилось, и я вот тут сижу какую-то фигню несу. Мне как вот говорят? Сейчас опять обязательно кто-то обидится. Скажут, ты там на украинцах на Гавайи. Я ничего не на Гавайи. Зайдите, почитайте ранние видео. Просто зайдите, почитайте, охренеть. И то, и то я там что-то еще удаляла. Я там много блокировала, много удаляла. Ну, как бы все равно, да? И, мол, они люди. Их можно понять. Я говорю, я могу понять реально, кто вот сейчас вот там сидит, на передовой. Я тоже говорю в первых даже видео, вам все можно, потому что там реально крыша едет. Там уже не до сантиментов, знаете? А вот эти вот друзья, которые тут вот со мной во Франции живут, которые плюют мне в рожу, вот передают мне приветы, да? И шикуют за мои налоги. Я в буквальном смысле, в буквальном. Баба получила бабла и плюет, ходит в русских-то, кто тут в Европе живет. И вот, понимаете? Мне делать вид, что это как бы какие-то другие люди были. А? Вот что, как мне, что, что? Мне делать вид, что этого нет, что-то как-то неприятно, неприлично об этом говорить. Не надо говорить про украинских беженцев. Не надо. Как ты, что ты к ним? Как ты? Так они как бы тут вот в Европе. Мне что делать вид, что их нет? Что они... Я услышала украинскую речь, но это совсем не украинская речь. Мне вообще показалось, это какая-то вот другая... Мне как вот вам говорится? Скажите мне. Давайте будем все делать вид, что ничего не происходит. Ну и вот... И, знаете, помогать хочется. Я не могу сказать, мне не хочется теперь помогать. Помогать хочется, но вот... Вот так уже, знаете, так, на расстоянии. Безопасненько для меня. Чтобы было безопасненько. Даже в моральном плане. Потому что мое личное состояние психики, я вот буквально усилием воли это все регулирую. Регулирую. Потому что, ну, невозможно было читать то, что тебе пишут. Не обращай внимания, их можно понять, а не люди, которые там сидят в Америке одна, там еще где. А не люди... А я не люд, что ли? А? Я еще раз говорю, мы все на этой войне. Так или иначе. Хотим мы этого. Или не хотим. Все. И европейцы, и русские, и украинцы. Все. Но это вообще никак не значит, что, ну, вот, то, с чем вам пришлось лично вам столкнуться, с любой стороны баррикад, так скажем, это надо как-то обесценивать. Ведь там, там кому-то еще хуже. Ребят, каждый день какие-то войны. Без конца и без края. Каждый день. Но мы все равно жили какие-то свои жизни. Теперь это нас как-то больше касается, потому что, вот, мы бывший один народ. Как я думала. Ну, вот, я правда так думала. Представляете? Я знаю, что это как-то наивно, наверное. Но я так думала. А оказывается, нет. Видите как? Оказывается, там вон что. Вот. И... Ну, тяжело, конечно, принять и осознать. Ну, с этим надо что-то делать, что-то жить как-то. И я понимаю, что есть же их и нормальные люди, и адекватные. Их, конечно, больше просто их не так видно. А хрен его знает. У них же на лбу не написано. Адекватная она там. Неадекватная. Я же не с претензией бы подошла. Я бы подошла спросить. Ну, я реально вот не... Я вам говорю, я прям вот так вот, вот так вот уже порывалась 150 раз. Вот после... Потом думаю, ой, нет, что-то там рукой она махнула. Ой, нет, что-то там фыркнула. Ой, что-то глаза закатила. А тут я сейчас подвалю как-то. Ну, не момент, понимаете? Как будто вот не момент все время был. А она все больше, больше, больше вот, ну, Ну, как сказать-то, ну, вот накручивала, да, вот это вот все. Думаю, и вот куда я полезу? А потом будут говорить, сама полезла, сама виновата. Все назло специально сделала. Видишь же, что люди герны. Что-то спровоцировало их. Как ты смеешь вообще? Сейчас же же не это никак, вот знаете. Ну, вот. И это печально. Вот такие дела. Я не знаю, как с этим быть. Правильно я там делаю, неправильно. Я вообще как-то не знаю, понимаете? Я не хочу делить, но приходится. Я не хочу, я не хочу такой быть, понимаете? Я не хочу прийти и смотреть, как там бедная женщина не знает, куда я хочу бехти в какую эту. Ну, я не знаю, что, на ней не написано, что, как она будет реагировать. Зачем мне туда лезть? Если нет никакой угрозы, никакой опасности здоровью, ничего там такого экстраординарного не происходит. Но моральная составляющая тоже важна для меня. Все меня там пошлют нахер, я думаю, ну, просто это будет последняя капля. Я такой человек, я вообще очень тяжело прощаю. Я вообще не прощаю, если вдруг что. Я все помню. Я не злая, но память у меня, не злопамятная, но злая память у меня хорошая. Знаете, и я не то, что там потом хожу, там, ну, какое-то время первое, да? А потом я просто, ну, принимаю эту ситуацию, ну, вот так, ну, вот так, ну, что я могу сделать, ну, вот так. И все, я делаю выводы, и я боюсь, что вот любое такое столкновение просто станет последним. Я полностью разочаруюсь вот в какой-то вот нашей общей дальнейшей, в каком-то нашем общем дальнейшем существовании как-то более-менее, знаете, чтобы мы друг другу не кидались в глаза прям, не выцарапывали прям сразу. Потому что когда там где-то ты одно слышишь, а когда ты лично с этим сталкиваешься, тем более это не впервые, понимаете? Да, еще пока волосы никто не выдирал, но всякое говорили и нахуй, простите, посылали, простите, мой французский. Было уже такое, понимаете? Уже такое было, поэтому я не лезу, я не лезу. Я не знаю, правильно я там делаю или неправильно, может, и неправильно я делаю. Но вот в тот момент мне показалось, что лучше вот так сделать. Не знаю, это печально, я знаю, что я уже по сто раз повторяюсь. Но вот такое, знаете, вот такое. И, ну, блин, ну никак я уже не вычеркну из памяти, никак я уже по-другому не восприниму, правильно сказала? Не восприниму, не восприниму то, что вот творилось здесь у меня первые два месяца. А я вообще ничего не сделала, понимаете? Я ничего не сделала. Я никак не рекламировала свою позицию. Я просто, блин, проснулась 24 февраля утром. Все. Это все, что я сделала. Я тут живу же хрен знает сколько лет. И вот это вот. А потом как-то надо об этом, ну, не то, что надо об этом говорить, но это происходит, понимаете? Прямо здесь сейчас ты не можешь от этого никак, ой, извиняюсь, никак дистанцироваться ты от этого не можешь. Ты не можешь делать вид, что этого нет. Ты не можешь. Я пыталась. Вы думаете, я не пыталась? Пыталась. Я снимала цветочки, лепесточки. И вот эти же люди, которые травили меня первый месяц, они радостно перекинулись на второй, ну, первый месяц войны, я имею в виду, перекинулись на второй месяц травить какого хера ты еще не обвешалась с себя украинскими флагами. Немедля сделай выбор. Но даже если ты сделаешь выбор в нашу пользу, помни, хороший русский, мертвый русский, ты никогда, никогда не искупь. То есть они делали все просто, чтобы меня уничтожить, просто психику раздавить вновь. А я же велась на это все говно, понимаете? Я же такая вся виновата. Я еще раз повторяю, мы все на этой войне. Вот каждый справляется как может. Но то, что было и то, что есть сейчас, я не могу, извините, игнорировать и делать вид, что этого никто мне не писал, что это я все придумываю. Ничего такого нет. Нахер меня бабища не посылала на остановки. Понимаете? В Люксембурге. Не посылала. И вот ничего этого нет. Ничего этого нет. Я все это придумываю. А если даже не придумываю, не смей об этом говорить. Не смей. Вот про французов рассказывай. Жалуйся на них. Смотри, какие засранцы. Там еще что-то там такое. Это нормально. А вот это нет. Ни в коем случае. И тут же, тут же эти же люди пишут. А что ты ничего не делаешь для украинских? Я делаю, ребят, то, что могу. Я снимаю такие видео, чтобы помочь адаптироваться. Здесь плюс в том, что, ну даже если мне там что-то напишут, а пишут все время, всегда и регулярно. Ну, я уже сейчас уже как-то, ну уже, блин, ну что ты сделаешь, да? Ну уже вот так. Но я уже просто иначе на это смотрю. Иначе. Бывают дни, когда уже думаешь, да чтоб ты скисла. Знаете, вот уже пишет какая-нибудь Матильда, начинает там что-то мне там рассказывать. Иногда все еще бывает, да? Но в основном я уже не так реагирую, не так смотрю на это. Не так на это смотрю. Вот. Вот такие дела. Поэтому кто, значит, заходит и смотрит эти видео, они сами заходят и смотрят эти видео. А не я, прусь к ним, говорю, посмотри, я сейчас тебе расскажу, как надо правильно жить украинским беженцам. Я сейчас вот научу тебя, ты ж ничего ж не понимаешь. Я вот, понимаете, о чем я, да? То есть когда я сама лезу туда, навязываюсь, даже когда я просто снимаю, мне тут пишут, вот эти русские постоянно нас тут, украинцев пытаются учить, типа, ни во что нас не ставят. Ребят, что ты сюда ходишь? Вот, или одна, мне неприятно смотреть такие видео, ты упоминаешь. То есть ей не какой-то конкретный факт раздражает, а в принципе, что я просто об этом говорю. Ну, блин, не ходи, не смотри, достала уже. Вот здесь вот я делаю вот в таком варианте, да, в таком более-менее приемлемом для всех, как мне кажется. Я рассказываю, ну да, я рассказываю своей манерой, то есть я тоже не собираюсь сацкаться, но тем не менее я не собираюсь говорить, давайте всех, там, плохой украинец, там, русский, или еще кто-то там плохой. Я рассказываю, как есть. Понимаете? Если вас не устраивает, как бы вы вправе не смотреть. Но я, значит, вправе делать и говорить о том, что я вот вокруг вижу, но это происходит прямо здесь и сейчас. И делать вид, что мне никто не писал говна, никто не угрожал, никто не обещал что-то там вырезать мне и моей дочери. Массово. Не один-два, да, а прям по тысячами, тысячами. Ну, а потом такие, ой, что ты выдумываешь, никто бы там тебе ничего не сделал. Ну, может, и не сделал, а может, и сделал. Понимаете, тоже проверять-то и не хочется. Если я человека лично знаю, то у меня к нему отношение не поменяется никак. Если только он не начнет бузить там на политические темы какие-то там эти... Не, мы можем это обсудить, можем, но если, знаете, вот, ну, прям, вот, в крайнюю степень это не переходит, с какими-то претензиями, там, с обвинением, с обидками, то как вообще без проблем. Ну, тут вот, когда не знаешь человека, тоже как-то... Это всё сложно, ребята. Я, честно говоря, не знаю, как мы из этого всего выйдем, что из этого получится. Но я предполагаю, что, скорее всего, так и будем друг от друга шарахаться. Так и будем. Потому что, ну, мол, чтоб не нарываться, чтоб не провоцировать, чтоб лишний раз вот тебя никуда не послали. Чтобы как бы вот, да, когда, ну, вот так, да, вот, поэтому я делаю, я всё равно хочу помогать, я хочу. Поэтому я делаю видео, ну, для тех, кто сам пришёл, сам посмотрел, не понравился, развернулся, ушёл. Тут как-то никто не звал, да, сам пришёл, сам посмотрел, так что не жалуйся теперь. Никто ж не просил тебя. А вот так вот, так и будем, наверное, шарахаться какое-то время. Я боюсь, что даже длительное. Но я говорю, я не забуду вот этого всего, что тут было. Я не забуду. Это не значит, что я буду что-то специально там делать, кого-то там ввинять. Я просто не забуду. Я делаю выводы из этого. Вот, пожалуйста. Вот это был результат выводов. И когда я говорю, что, товарищи украинцы, не надо как бы какать в колодец, из которого вы пьёте. Вот всех тут, тут же не только русские-то виноваты, тут все виноваты. Все, что допустили, вот такое. А потом, что обманули вроде как, ну, не додали что-то. А я же тоже, как европейский гражданин, у которого хрен знает сколько французское гражданство, я из-за этого тоже выхватываю. Вы что думаете, не выхватываю? Конечно, выхватываю. Опять обманули, не додали, обделили. И вообще всё говно. И это что, ваша Европа? Вот, посмотрите, последнее видео, вот это вышло, где я там бумажку брала, тоже понаписали, вот такого. Ой, да мы там жили, оказывается, ну, а у вас там, чтобы там все попомерзли, поподохлы. И тоже вот со своим там этим правительством вместе. Всё кто-то меня просит от газа. А у меня даже газа нет в доме. Нету газа. Нет, я должна им отказаться, снять это на видео, принципиально вырубить. Но помнить, что я всё равно, кто правильно, говно. Ну, вот, как вам? Ну, как вам? Либо должна посыпать голову пеплом, отказаться от Родины, всех начать тут ненавидеть почему-то, почему не понять. Я вообще никого не ненавижу. Но я говорю, что я всё помню. Ну, и исходя из того, что было, вот эти действия, которые сейчас я делаю, это вот результат тех. И когда барышни с губами, с ресницами, которые на той Украине уже 150 лет не были, начинают снимать вот эти сраные тиктуры. То есть им можно, понимаете, это делать. Они же типа, ну, у них же паспорт украинский. Им можно всякую херню нести, с ним контент, вот опять же, мне всё время. Контент ты делаешь. Да, конечно. Мне же больше ненавидеть. Вообще никаких других видео нет. Вообще. Я снимаю, если то, там, раз в неделю, в лучшем случае. И вот, понимаете, вот им можно всякую херню нести, потому что они, у них украинский паспорт. И вот то, что они там делают, вот это каждый 359-й комментоз, да, это всё как бы вот, это всё отдаляет, отдаляет, и вот как бы результат. Я не помогла, кто-то ещё не помог. Вот мужик, говорю, опять же, писал, целое видео тоже снимал. А чё это русский шарах? Русскоговорящий. Заметьте, русскоговорящий. То есть не только русский, а вообще кто как-то на русский, то есть, видать, он на русском обращается и спрашивает. Мне тоже такое писали в комментариях, то когда кто-то подходит, женщина говорит, вы говорите по-русски, сразу напрягаешься. А чё это? Понимаете? Вот так. И всякое случалось, иногда просто спросили, всё нормально, а иногда спросили, получили ответ, получили помощь. Вот женщина писала на ЖД, на ЖД, по-моему, вокзале, где много русскоговорящих, большой вокзал, и она там слышала речь русскоговорящих именно. Ну как много, но они там есть в смысле. И женщина бегала тоже там с этим, с посадочным талоном, мужик и собачка, значит. А бегали, они там не могли понять, разобраться, куда. И никто им не хотел помогать. Они орали, бегали там с телефоном, говорят, там что-то тоже написано было. Прям бегали и стерили, потому что поезд должен уходить, а они не знают, где посмотреть, какая платформа. Я не знаю почему так. Ну вот бегали. И говорит, никто им не помогает. Я ещё так удивилась, что вроде как бы, ну я слышала тут русскоговорящую речь. И вот она к ним подходит, и они сначала обрадовались, говорят, ой, так классно вы по-русски говорите, так здорово. Помогите туды-сюды там. И вот такие, знаете, быстро-быстро-быстро. И она им говорит, подумала ещё, что надо им сказать, чтобы они сели в первый вагон, потому что им пересадку надо было делать. И там буквально минуту, у нас тут такое часто в Европе, минуту стоит поезд или две. В буквальном смысле. Надо прям быстро. И им пришло, а они в последний хотели, ну бегут уже в последний, с ней вместе с этой женщиной, которая помогает. Вот, последний вагон. И она говорит, я ещё, говорит, бегу с ним и думаю, надо же им подсказать, чтобы они туда прошли потом. Ну, в первый вагон, чтобы им удобнее было пересадку делать. Ну, она там живёт, она знает, короче, как это делать. И вот она, говорит, бежит, запрыгивают они в этот вагон, и она, говорит, и потом до неё доходит, до этой женщины с собачкой, говорит, подождите, так вы что ли русская ей? Она говорит, ну да. И вы поняли, да? Вот. И она говорит, что-то я перехотела им говорить, что надо, а то они не успеют. А дочь, говорит, там ещё собачка, ну какая-то, видать, большая, может, не знаю. И она говорит, что-то, что-то, да, что-то, вот я не стала больше помогать. А это только один случай. А у меня вот такое говно пачками, и как я вообще держусь ещё и не скатываюсь ни в ту, ни в ту сторону. Это просто прям вот, я говорю, вот усилием воли. Но врать, и говорит, что нет, этого нет, 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 никто мне там что-то не писал, всё классно, всё, любовь там, братство. Вот это, ну это глупо бы было, понимаете? Но это же не я бы была. Лепесточки, цветочки, это всё прекрасно, но это не реальная жизнь. Это жизнь розовых пони. А мы с вами и розовые пони. Вот такие дела. Всё, уже на трындело, на час целый. Люблю, целую, всем желаю, мирного неба, всего самого наилучшего. Делаем, что можем, и не ждём от себя каких-то подвигов. И не закрываем глаза на реальность, друзья мои, на действительность. Не закрываем, так же и не затыкаем рты друг к другу. Всё, люблю, целую, пока-пока.